Здравствуйте! Мобильная группа администрации ГУРЭДов. Скажите, пожалуйста, журналы, которые ведете, термометрия и обработка поверхности. 12 часов обработано. Так, температура измерена. Вы один сотрудник, да? Да, да. У нас будет тепло. Угу. Все понятно. Регулярно ведете, да? Да. Угу. Все нормально. Требования для всех одинаковы. Информация о запрете входа без маски, обязательное ношение маски обслуживающим персоналом, разметка на полу с указанием безопасной социальной дистанции, антисептики для посетителей, график влажной уборки и журнал с результатами измерения температуры сотрудников. Кассирами сидите, чтобы они не обслуживали посетителей, которые без маски? Мы не обслуживаем. Не обслуживаем никого. А продажи маски имеются? Да, конечно. А где? Действительно, вот они. Сколько стоит? Три рубля. Три рубля, да? Так, 13 час обработали, да? Вот это ведется все. Борщик входит. Температура тоже замерена, да? Здесь два сотрудника. В торговых центрах требования стараются не нарушать, ведь и штраф за это крупный. Как правило, там разделены потоки посетителей на вход и на выход. А в течение всего дня крутятся ролики о необходимости соблюдения антиковидных требований. И сами мы ежедневно проводим обход всех наших торговых точек, администраторы, охрана, на предмет наличия масок, чтобы все соблюдали масочный режим, работали рециркуляторы, обрабатывались руки. Ну и все антиковидные мероприятия, чтобы проводились своевременно. Однако есть и те, кто нарушает антиковидные меры. Например, кое-где нет графика влажной уборки и измерения температуры сотрудников. Ну, вы знаете, то, что требования вести это регулярно нужно, да? То, что даже каждые два часа тоже постоянно отметка должна быть. Поэтому сейчас административное правонарушение зафиксировано. Будем оформлять. Наши специалисты, они не накладывают штраф, они составляют протокол, то есть выявляют нарушения, направляют мировым судям по месту составления. То есть у нас их всем участком, все. Там уже мировые судьи выносят решение о принятии меры наказания. По физлицам у нас большой процент предупреждений, уже вот должностные, юридические лица, индивидуальные предприниматели, там уже штрафы накладываются. Ну, сразу обобщу от полутора до двенадцати тысяч рублей. Марина Михалева, Жаргал Ирдынеев, телекомпания АТВ.